Мортирос Сарьян никогда не был революционером в живописи, но он поставил очень высокую планку для армянских художников. Здесь он был учителем, но как часто хотелось ему оставаться лишь учеником. Это было возможно в Москве. Безграничная палитра красок, стилей, направлений, а главное – впечатлений. Карманицкий переулок, дом 5, дробь 2. Из этого окна больше 30 лет Мортирос Сарьян наблюдал жизнь арбатских задворок. Каждую зиму он покидал свой дом и мастерскую в Ереване и оставался в Москве до поздней весны. Прямо напротив дом, где была мастерская Сарьяна, жила Лиля Брид. И они через окна переговаривались друг с другом. И иногда посылали друг другу знаки внимания супруга Мартирос Сергеевича Луси Квазарина, которая готовила очень вкусные блюда грузинской кухни, потому что она долгие годы жила в Тифлисе. И она посылала сациви, а в ответ Лили Брид посылала шоколад и ликер французский. Вообще, московская история Сарьяна складывалась благополучно. Именитые галереи покупали его картины, а модные театры заказывали декорации к самым громким премьерам. Государственный академический театр имени Вахтангова. В этом театре в 1956 году была поставлена пьеса Эдуарда де Филиппа «Филумена Мартурана». Она была оформлена Мартиросом Сарьяном. В 1931 году в Москве, конечно, вот еще один спектакль шел. Сарьян оформил второй акт «Золотого петушка», опера Римского-Корсакова. Сотрудничал со Станиславским. И настолько был этот акт красочным и ярким, что Станиславский даже поменял некоторые свои мизансцены, чтобы их согласовать с декорациями Сарьяна. Балерина Галина Уланова, режиссер Сергей Эйзенштейн, актриса Татьяна Самойлова. Весь московский цвет с 30-х по 60-е на полотнах Сарьяна. Знаменитости становились его друзьями, близкими людьми, хотя бы на несколько часов. Не позировать приходили, а так, в гости. Ведь Анна Ахматова в Ереване никогда не была. И тем не менее, рукой Сарьяна подписан портрет находится и в Ереване, в его доме-музее, в нашей Третьяковской галерее рисунок есть. Оказывается, Анна Ахматова приходила к нему в мастерскую здесь, в Москве. Каждый взгляд – вопрос, каждая улыбка – ответ. Все, без исключения, портреты Сарьяна мыслят. Прямо сейчас, в эту секунду, живут какими-то личными заботами, печалями, радостями. Принцип художника – только живая натура. В итоге Сарьян – один из немногих, кто не писал парадных портретов Ленина и Сталина. Уже к середине 30-х страна зарделась в лихорадочном румянце. Те армянские интеллигенты, с которыми Сарьян возрождал Армению после 1917 года, в 1937-м вдруг стали врагами народа. Дети революции. Сколько их сгинуло в исторических пожарах. Вместе со своими портретами чекисты сожгли царьяновские шедевры во дворе Национальной галереи. Он не был в Армении в это время. Он жил в Москве и работал над большим государственным заказом. Это панно для международной выставки в Париже «Наука и техника». И, а вы знаете, на местах особо свирепствовали, пытаясь, так сказать, угодить центру. Шли безжалостные чистки. Я думаю, что если бы Сарьян был в Армении, вряд ли бы ему удалось выжить. От той серии погибших портретов остался лишь один. Портрет поэта Игиша Чаренса. 20 лет работники Музея литературы и искусства прятали его за пыльным шкафом. И только в 1957 году, после реабилитации поэта, картину вернули. Но от живого человека к тому времени остался лишь холодный камень, памятник. И Сарьян пишет арку Чаренса, как последнее прости былому другу и жертвам сталинского террора. Он делал, конечно, над собой огромное усилие, чтобы взять кисть и начать снова писать. Но когда он писал, он писал цветы, он писал фрукты, он писал людей, интеллигенцию армянскую, которая жила, в общем, одной мыслью, одной идеей вытащить народ из вот этого страшного состояния, безысходности. Он в этом видел свое предназначение. В жизни Мартироса Сарьяна было немало трагедий, но, кажется, нет трагедии в его творчестве. Кажется, что сарьяновские картины – это всегда жизнь, свет, радость. И лишь очень внимательный зритель увидит, как сквозь яркие краски проступает боль творца. Проступит и снова исчезнет, залитое ликующим желтым. Первая половина сороковых. Мартирос в Москве, Лусик в Ереване. День за днем ждет письма то ли от супруга, то ли от сына. Младший Лазарь с первых дней войны на передовой линии фронта. Как ни удивительно, годы войны – одни из самых плодотворных для Сарьяна. Он словно подводит итог, пишет автопортрет три возраста. Справа – юный Сарьян периода голубой розы, с курчавой шевелюрой модный новатор. Слева – зрелый художник, яркими красками рисующий новую советскую Армению. Посреди картины Сарьян – мудрец, Сарьян – провидец. Он словно видит впереди победу и ждет возвращения сына. И дарит всем бойцам-героям самое дорогое, что у него есть. Этот каждый букетик – это жизнь каждого из солдатов, которые отдали свою жизнь за победу, за мир в своем Отечестве. И эти букетики были преподнесены самому Саряну. И он их клал не в какие-то шикарные вазы, а в простые баночки. Святые и фрукты Сарьян писал и в пору грусти, и в пору радости. Через самые простые дары Родины он отстаивал свою внутреннюю свободу. От него требовали пешезаводы. Он отвечал сиренью, маками и розами. Ему приказывали – пеши рабочих. Сарьян парировал персиками, яблоками и виноградом. Он в каких-то мотивах, в каких-то темах своих картин попытался выдать то, что им было нужно. Это были какие-то индустриальные темы. Допустим, завод он писал. Но завод оказывался какой-то частью опять пейзажа, где опять были его горы, его цвета. Если и тускнели сарьяновские краски, то лишь по вине людей, далеких от искусства, ведущих какую-то свою политическую игру. Оторванность от народа, формализм, безидейность. Этими словами в 1948 году словно пригвоздили к позорному столбу советских творцов, не попавших в струю соцреализма. Солнечные картины сарьяна оказались в опале. Не то солнце он живописал. Все время чувствовалась эта атмосфера, что вот эти разговоры, что дедушка, что-то он не так пишет, раз вот такое отношение и такое положение. И тогда я помню свое посещение Третьяковской галереи. У меня было совершенно другое отношение к живописи. И вдруг я там вижу картины несколько иного порядка. Совершенно выписанные плоды, которые были так несвойственны для дедушки. И когда на одном из этих плодов я увидела вырисованную муху, вы знаете, там были даже жилки на крылышках, я была уверена, что если дедушка будет писать вот так, то он будет, с ним будут считаться, и у нас дома будут средства. Вот эта наглость, детская непосредственность, она проистекала из тех обстоятельств, в которых оказалась семья, так скажем, в эти нелегкие годы послевоенные. Особенно после небезызвестного доклада Жданова, когда он сказал, что таких формалистов, как Сарьян, как Шостакович и целый вот этот ряд, что мы будем душить рублем. Это означало посадить на голодный паек сарьяновскую семью, состоящую уже из восьми человек. От расстройства художник начал сам уничтожать свои работы, якобы неугодные народу. Он, так мучительно переживший гибель своих картин в корабельном пожаре 20-х годов, в костре НКВД в 30-х, тем не менее почти два десятилетия у Сарьяна не было персональных выставок, а выжить помогали частные коллекционеры. Многие из тех картин, давно уехавших за пределы бывшего СССР, стали постепенно возвращаться, уже с помощью новых ценителей искусства. Много велось споров. Что сильнее у Сарьяна сила рисунка или сила красок? Ни одной ненужной линии, ни одного фальшивого оттенка. Чувство гармонии Сарьян перенял у природы. Даже в маленьком саду во дворе ежедневно происходило какое-то чудо. У нас были в саду виноградники, были большие кузнечики. Они были абсолютно неинтересного цвета, они сливались с землей. Но мы прекрасно знали, что у этого кузнечика подкрылия разного цвета. Они были красные, зеленые, синие. Только надо было отловить этих кузнечиков и подбросить их, чтобы наслаждаться вот этой гаммой цветовой. Дедушка бросал свои кисти, он выбегал с нами на балкон, и мы втроем визжали от радости, потому что у них в это время были красные, вот эти раскрывались красные подкрылышки. И если был закат, то это было такое зрелище. Цветущие абрикосы, финиковые пальмы, гранаты, персики. Один из главных мотивов Сарьяна – дерево, древо жизни. Это мартирос. И это тоже мартирос. Своеобразные автопортреты. 92 года жизни переписаны яркими красками. Он многое что пережил. И смерть сына, и потерю картин, и потерю очень близких родных людей. Он всему этому умел как-то противостоять именно вот этой силой духа, несгибаемой волей. Он сам был действительно вот таким мощным деревом, древом, вокруг которого действительно что-то зарождалось, такая позитивная энергетика. Иссушенная солнцем, изогнутая ветрами, оголенная, но по-прежнему могучая, таким деревом видел себя на склоне жизни мартирос Сарьян. Словно стая птиц покидает его душа, но корни глубоко вросли в землю, и еще дадут живые ростки. Закат – это всегда следующий за ним рассвет. И новое солнце, и новые краски, и новая жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok